Книга «Открытый моком» том 2, тема «Лапкин книги», вопрос 856. Вы говорили, что вас обманули в местном банке и ваш вклад пропал. Пострадали тогда многие люди, но относительно вас можно спросить. Если вы постоянно говорите, что нужно идти впереди событий, предузнать их развитие, то почему сами так легко оказались обмануты? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. В вашем вопросе не все сказано. У меня своих денег вообще нет ни в одной кассе, а если есть, то только на руках у людей в деле, отданные без процентов. И никогда не было ни на одном счету, тем более в такое опасное время, когда жидовская технология оболванивания людей через банки, через пирамиды, МММ и Востелина возникают, как поганки и рушатся. «Я обращался за помощью на детский православный лагерь Стан к знакомым заочно, и они прислали через Western Union на НЭП-банк. Прежде чем дать координаты этого банка, работающего по международной системе перевода денег, я пошел в Алтайский Центробанк навести справки у них, по чьей рекомендации открыт НЭП-банк. Их представитель зам. управляющего Ярошок ЮН, телефон 36-61-28-24-38-07, твердо заверил, что НЭП-банк прочно стоит на ногах, и они за него ручаются. Эти заверения, их я получил до пяти раз. Юрий Николаевич даже из личных средств, из рук в руки, пожертвовал мне на лагерь. Конкретно, до этого момента в чем моя ошибка? Я человек очень осторожный и боюсь простых тратозеем, лопоухим и растяпать. По указанному адресу мне был сделан перевод. Я эти деньги не видел и не держал в руках. Во время слонинского дефолта 1998 года этот банк якобы лопнул. В действительности я вижу дело так. Жулики сговариваются заранее, обмозговывают все. Даже кого-то, какого-то «боровка» в кавычках своих могут отдать на заклание, как козла отпущения, и посадить на время, как управляющая Элленбанка. Создать ликвидационную комиссию, как по НЭП-банку, во главе с Танасовым Демокритом Васильевичем, телефон 24-02-73, выделить ему кабинет, и он будет ликвидировать задолженность через 4 года и выделит каждому по 4% от его вклада. Эти годы управляющий его штаб получает деньги, наши деньги приходят в суды, создают заранее законы в свою пользу, и нет на них управы до суда больше. Вот одно из моих заявлений с просьбой вернуть деньги. В октябрь суд города Барнаула, от Лапкина, Гнатья Тихоновича, город Барнаул, 16, улица 2-я строительная, 62-16. О справедливости суде, человеческом суде Божьем. Если государство сегодня обманывает даже через суды, то такое государство должно исчезнуть, как банда оголтелых бешеных преступников и мафиозных грабителей. Обязательно вынесите решение о возврате денег, взятых банком на сохранение во всей полноте, в долларах, ибо на хранение сданы доллары, а не рубли, в крайнем случае в рублях по курсу доллара, и не на день суда, а на день выплаты, что будет и по совести. Сохраняйте суд и делайте правду. Исайя 56-1, говорит Господь. Ваше дело сегодня вынести именно такое справедливое решение, единственное верное, за что не будете судимы Богом и здесь при жизни и после смерти. Умоляю вас, не погубите себя иным решением. Не обижайте моих сирых и бедных детей. Солом 67-6. Я умоляю судью моего, Иов 9-15, чтобы вы имели перед глазами страх Божий и не вынесли глупое решение. Иов 12-17, Исайя 40-23, Сафония 3-3. И чтобы при опротестовании вашего решения не сказали. Вот судья Бога не боялся и людей не стыдился. Лука 18, стихи со 2-го по 6-й. Игнатий Лапкин, начальник детского трудового лагеря Стана. Скажите, в чем моя вина? Как я мог быть не обманутым? Украли у детей крохи, собранные по всему миру, и не убоялись, не устыдились, а это почти 1345 долларов. Благо, прокурор края Параскун Юрий Федорович ходатайствовал, и мне вернули 10 тысяч рублей. На больше их не хватило, хотя и говорили, что я стою в очереди на возврат на первом месте. Эти грабители пришли к нам не из-за рубежа, но все это плоды коммунистического воспитания в атеизме. Что я мог сделать? Только молиться и плакать. Временному управляющему КБ НЭП Банк Станасову Димаквиту Васильевичу, улица Молодежная, 3, 305, телефон 2402-73 от начальника детского православного трудового лагеря Стана Игнатия Тихоновича Лапкина. Заявление. 20 января 1997 года между мной и банком НЭП Банк был заключен договор и открыт счет номер 301-07-0126 на 100 американских долларов. Этот банк вел работу по системе Вестер Юнион. Прежде всего я навел справки об этом банке в Центробанке у Ярошук ЮН. Мне подтвердили надежность НЭП Банка. Так я обратился за коммунитарной помощью для нашего православного лагеря Стана к верующим в различных странах. То на мой счет стали поступать переводы. К 17 августа 1998 года на моем счету было 1345,4 американских долларов. Попытка получить эти деньги через решение Октябрьского суда 3 марта 1999 года в присутствии Ценосова ДВ закончилась в неудаче. Все необходимые документы находятся в Октябрьском суде судья Мохова Людмила Андреевна, телефон 243826. Прошу признать меня кредитором КБ НЭП Банк на сумму 1345,4 доллара США и возвратить мне эту сумму именно в долларах. В крайнем случае в рублях по курсу на день получения и никак не на день отзыва лицензии или вынесения положительного решения. Прошу включить меня в реестр кредиторов и чтобы с нами рассчитались в первую очередь. Бедные дети-сироты, наш лагерь Стана от государства за 25 лет не получил ни рубля. Начальник детского лагеря Стана Лапкин Игнатий Тихонович.